Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. У Татарстана самые крупные долги перед федеральным бюджетом. Средняя зарплата в Казани растет, но реальная падает. Власти республики назвали страны, из которых больше всего ждут туристов. Татарстан оказался самым крупным регионом бюджетным кредитором России. По данным счетной палаты, пишут известия, долг республики перед федеральным центром составил около 80 миллиардов рублей. Далее с отставанием более чем 60 миллиардов рублей в списке ведомства идут Оренбургская область, Чукотский автономный округ, Дагестан, Камчатский край, Курская область. При этом в 55 регионах госдолг как коммерческий, так и федеральному центру превышает половину утвержденных доходов. Из них в семи субъектах это соотношение превышает 100%. Татарстан, напомним, брал деньги у федеральных властей на подготовку и проведение таких мероприятий, как универсиада и водный чемпионат мира. Реальные доходы казанцев упали более чем на 6%. Такие данные с января этого года предоставили в горосполкоме. При этом, по информации властей, средняя зарплата казанцев по сравнению с прошлым годом выросла на 6,2% и составила 33 501 рубль. Однако реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен в январе-октябре, закрепилась на уровне около 94% к прошлогодним показателям. Таким образом, из-за увеличения цен теперь купить на те же деньги можно значительно меньше товаров, чем раньше. Татарстан занял 13 место в рейтинге туристической привлекательности российских регионов. Его подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». Для проведения исследования выбрали такие критерии, как уровень развития турбизнеса, оборот профильных услуг, популярность региона у россиян и иностранцев, туристическая уникальность, экологическое здоровье региона, криминогенная ситуация. В итоге Татарстан оказался в этом рейтинге лишь на 13 месте. Республику обогнали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Московская и Калининградская области, Карелия, Ярославская область, Нижегородская область, Алтайский край, Ленинградская область, а также Ставропольский край. И в продолжение темы. Приоритетными для Татарстана будут иностранные туристы из Китая, Финляндии, Арабских Эмиратов. Также прорабатывается туррынок Ирана, сообщил глава регионального госкомитета по туризму Сергей Иванов. Он отметил, что активная работа в первую очередь ведется на внутрироссийском рынке. Для нас он ключевой и останется таковым в ближайшее время, заявил Иванов. По его словам, турпоток в Татарстан по итогам этого года может вырасти на 14-18%. Это почти 3 миллиона человек. В пятерке ведущих стран по количеству въезжающих в республику Турция, Китай, Германия, США, Италия. Это были новости экономики. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok